И сегодня стали известны новые подробности по побегу Сергея Рудиковского. Прокуратура провела проверку в СИЗО, из которого сбежал рецидивист. Напомню, 21 мая из изолятора пропал преступник, пробыв там всего три дня. И вот надзорный орган выявил халатность сотрудников службы исполнения наказания. Елизавета Болдырева с подробностями. В СИЗО, где сидел Сергей Рудиковский, прокуратура провела проверку. И, как выяснилось, за заключенным могли просто не досмотреть. Скрыты факты ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, как со стороны руководства следственного изолятора, так и рядовых должностных лиц. По сути, установлено, что за Рудиковским контроль не осуществлялся. Как нам стало известно из собственных источников, Рудиковский кусочком ножовки перепилил прутья решетки в камере, покинул ее через окно и пробрался в административный корпус СИЗО. Переоделся в форму сотрудника ГУФСИН и бежал. К слову, в самой службе исполнения наказаний сейчас ведут внутреннюю проверку. Будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц в дисциплинарной ответственности. Все материалы служебной проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Сотрудники, в отношении которых проводится служебная проверка, от исполнения своих должностных обязанностей не отстранялись. Материалы прокурорской проверки переданы в Следственный комитет. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». А вот в отношении самого Рудиковского дело по статье «Побег» уже возбуждено. Не исключено, что теперь под стражу он проведет уже не 24 года, а больше. Елизавета Болдырева, Иван Бредихин, ОТВ. Сейчас к другим новостям. Дачный сезон в самом разгаре, причем в прямом смысле этого слова. В Златоусте в огне оказался садовый домик. Хозяев в этот момент не было. Огнеборцы разбирают крышу, отгибают один лист за другим. В дыму оказался второй этаж дачи. Одного наряда явно не хватает. Подъезжает еще автоцистерна. Спасателям наконец-то удается попасть внутрь дома и потушить очаг возгорания. А рядом уже собралась целая толпа зевак. Они-то и вызвали МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. Их установить еще только предстоит. Обошлось без жертв. А в Челябинске сегодня ночью полыхала дорогостоящая иномарка. На Курчатова сгорела Ауди А6. И вот как говорят очевидцы, машину подожгли неизвестные. В нашем распоряжении есть видео, как огнеборцы тушат авто. Предлагаю посмотреть. Вот другие автолюбители отъезжают от полыхающей иномарки. У кого-то в руках противогаз. Буквально через минуту на месте ЧП появляется автоцистерна. Четверо пожарных разворачивают рукав и начинают сбивать пламя. Две минуты и Ауди потушили. Сейчас полиция ищет поджигателей. Проводится проверка. И еще о дорожных ЧП. В Магнитогорске произошла авария, которая имела все шансы стать массовой. Но один из автовладельцев сориентировался мгновенно. И ему чудом удалось избежать столкновения. Впрочем, предлагаю прямо сейчас посмотреть видео с камер наружного наблюдения. Вот Киария решает повернуть. Собирается пересечь встречку, но водитель, похоже, забыл посмотреть направо. В него врезается Деонексия. Киа без бампера. И вот врезаться в белую иномарку рискует уже десятка, так как несется на огромной скорости. Но водитель успевает вовремя среагировать, быстро сворачивает направо и тормозит. Легковушку едва не заносит на резком повороте, но уйти от столкновения все-таки удалось. И завершаю выпуск новостью из Южноуральска. Сегодня здесь в печи арматурно-изоляторного завода сгорели наркотики. Их уничтожила полиция. В печи было сожжено около трех килограмм гашишного масла, марихуаны и синтетического наркотика, это соль и спайс, проходившие как вещественное доказательство по 22 уголовным делам. Лица, осуществляющие незаконные операции с наркотиками, приговорены к различной мере наказания от штрафа до лишения свободы. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Дарья Годунова. Увидимся на телеканале ОТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok